Что я могу сказать? Я про себя скажу не сильно много, но можно много сказать по театру, естественно. Я родилась и 23 года прожила в Соломбале. Там пошла в драм-кружок по дворе Дом пионеров Соломбальский. И все. Хотела быть артисткой, конечно. Артистка, понимаете, внешность у меня... Но если бы я пошла, предположим, мы закончили школу почти в 19 лет с 11 классов, но мне давали 15 лет и мне надо было пойти, вот у меня возможность была, пойти куда-то в столичных театрах, в детских театрах, в Чузах, были студии, и меня там, я знаю, что приняли. Но как-то до меня это не дошло, уже поздно потом дошло. Вот. И где-то в классе на десятом я уже читала книжки театральные, мне было очень интересно, любил очень читать пьесы. И мне попала такая статья, а был тогда самый лучший в стране театр, это Ленинградский большой драматический театр, где главным режиссером был Георгий Товстоногов. И я прочитала, что у него была его помощница, зав. литературной частью Дина Морисовна Шварц. И я сказала, вот, это то, что мне надо. Я люблю читать, я люблю читать пьесы, я люблю про театр рассуждать. Вот. Но, к сожалению, в театр у меня путь был не короткий. Я после школы решила идти в театр, устраиваться работать. Но я была такая застинчивая и до дурения. А театр тогда наш большой был на реконструкции на первой, в шестьдесят пятом году. И театр работал в теперешнем Марфином доме. Марфин дом раньше стоял на Троицком проспекте, почти так, наискосок от кинотеатра «Мир». И я пришла, и час простояла, я зайти не смогла. Ну и работать пошла, значит. Работала я на швейной фабрике. Потом я работала на заводе «Красная кузница». Я сидела в машинописном бюро, печатала. Печатала машинисткой, зато мы печатали там все, что нам надо. Вышел роман мастера Маргариты в шестьдесят восьмом году, по-моему. Он был напечатан в двух журналах «Москва». Мы его напечатали по вечерам. Вот. Мы печатали Булгакова. Поэтому работать мне в «Красная кузница» было хорошо. Но я стремилась в театр все время. Вот. Пыталась поступать, но у меня была такая судьба, я не могу, сейчас не буду вам рассказывать. Но поступала я много раз везде, меня нигде не брали. Нигде. В отличие от моей дочери, которую брали везде, но которая так ничего не закончила. Вот. И, в конце концов, я, подруга у меня, решила идти в пединститут на заводченное отделение. Ну, я думаю, надо что-то заканчивать-то. И пошли мы с ней поступать в пединститут, на филфак. И мне первый раз в жизни повезло, что я написала сочинение «Одна» из всего потока на пятерку. «Одна». И когда я пришла на умственный экзамен по литературе, мне там преподаватель так тихонько говорит «Вы зачем к нам-то поступаете? Вы так хорошо пишете! Вам Москву надо!» Я говорю, «У меня не берут нигде! Возьмите меня! Возьмите!» Вот. И так я и поступила. Ну и закончила этот институт. Филфак в школе я не работала, потому что мне в практике хватило на всю оставшуюся жизнь. Вот. И пошла я в театр. А так как я уже, значит, когда работала в «Красной кузнице», у меня там была знакомая, с которой мы раньше ходили в один дровокружок, и она там работала. И она работала в гардеробе. И там, когда были концерты, приглашали одноразвиков. И вот я стала приходить на разведку в гардероб. И это продолжалось. И потом все-таки я решила, мне исполнилось 30 лет, и я говорю, все, я начинаю новую жизнь. И пошла в театр. И устроилась гардеробщицей. Я была счастлива. Вы не представляете как. Вот. А потом уже попал в театр, естественно. Потом работала год в союзе театральных деятелей у нас, в нашем отделении. А потом все-таки решила идти обратно, вернуться в театр, хотя в одном здании, да, но вот. И пошла я в реквизит. И тоже была, господи. Я ходила мимо, ехала мимо и думала, неужели я там работаю? Неужели я там работаю? Вот. Работала в реквизите. Потом встала к пульту. Пульт у меня, значит, это самое помощника режиссера. Помощник режиссера, я вам скажу, в театре это самая собачья должность. Отвечаешь за все, и за всякую это самое, все по шапке, эти самые, сколько я пережила этих, как называется, выговорущихся, их замечаний. Вот. Я тоже, понимаете, человек застенчивый. Вот. Под моим, под моим руководством там все эти цеха, когда спектакль идешь, ты главное на спектакль, главное на репетиции. Смотреть надо за все, чтобы вовремя артисты выходили, чтобы вовремя давали и свет, и звук, и все остальное. Чуть что не хватает костюма и будет помощнику режиссера. Чуть что, значит, приходят и говорят, вот у тебя артист, почему ты не пишешь докладную, у тебя артист не в состоянии нехорошем. Я говорю, так я перед спектаклем его видела, он нормальный был. Я говорю, что в него ходить нюхать? Симонян говорит, да, Нина, надо будет, подойдешь и понюхаешь. Но я просто не любила писать докладные. И просто у нас такой журнал был, я ей поставила, что артист был немножко не в форме. Вот. У нас такой артист, Калинин был заслуженный артист, очень такой смешной мужичок. Вот. Однажды он меня на спектакль пришел. Я после спектакля терпела, терпела, потом сучусь к нему в гримерку. Он, да, Нюнечка, да. Я говорю, я вас очень прошу, Валерий Викторович, не приходите на мои спектакли под датой. Не клянусь мне на все, клянусь. Вот. И вот в девяносто первом году, я пришла в семьдесятсям году. И вот в девяносто первом году у нас была зафлит. Она ушла на другую работу. И я стала зафлитом. Мечта моя сбылась. Но было очень тяжело. Очень. Вы не представляете. Я, например, не умела... Сейчас я такая оговорливая стала. А тогда-то ведь господи, что я несу, что я несу, господи. Вот. Тогда при советской власти... Я еще замечала, у нас зафлит ушла в декрет, и я вместо него замещала там на сорок процентов... Надо было пьесы, 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 чтобы... Ну что, при советской власти... По плану было, значит, план давался на год. Одна пьеса про революцию местную, одна комедия. Каждый год были какие-то фестивали этих союзных республик. Какая-нибудь союзная пьеса. Ну и детская пьеса. Когда вышла пьеса «Валентина и Валентина», еще фильм потом поставили, нам долго... А каждую пьесу мы начали, чтобы читали во коем партии, чтобы рецензию написали, чтобы был у пьесы лид, что разрешалось к постановке. И нам сказали, ладно, дадим пьесу поставить «Валентина и Валентина», но прежде поставьте пьесу про рабочего. И дали нам пьесу такую и проснулся знаменитый Ленинградской драматюргессы. И вот народ не шел, естественно, на пьесу рабочую. Поэтому мы устраивали танцы. Спектакль начинался в зале, почти никого не было. И однажды какой-то молодой человек стал рваться. А ведь приказано этим администратором никого из зала не выпускать. Он рвется. Администратор стоит. Он говорит, тетенька, на работе одни станки. И пришли в театр и тут станки. А еще, значит, потом уже в 90-х годах, в конце 80-х, мы ездили в Москву за пьесами. То, что печаталось по разрешению оставить, естественно, было вообще невозможно. А драматурги, которые были поумнее и получше, они писали пьесы, печатали и отдавали машинисткам СТД, там работали три старушки. И они печатали пьесы эти с ошибками. Десять экземпляров на папиросной бумаге. Мы приезжали в Москву, в командировку. У этих машинисток брали кипу этих пьес. И ночью я сидела, листала, листала, листала. Более-менее какие вот это самое. Они были полузапрещенные, естественно. И тогда снимать было нечего вообще, да. Выбирала там несколько пьес. Приносила утром, значит, записывали они. И они послали нам за деньги эти пьесы. И так что у нас, в принципе, в литературной части собиралось очень много таких пьес, которых не было нигде. У нас Симоньян активный был очень. И все время посылал. И пьесы у нас такие лежали, которые полузапрещенные, но которые ставили. Ждавшиеся на время. Ждавшиеся на время. И когда после Симоньяна уже пришел какой-то режиссер у нас, новый главный, и говорит про какую-то, сейчас уже пьесу не помню, про инсценировку «Три товарища» Баримарку. Ну, у вас, наверное, нет. Я говорю, почему у нас нет? У нас, пожалуйста. И работа, в принципе, у меня очень интересная. Но сейчас такие пошли времена, что сейчас во многих театрах литературной части нет. Сейчас, если у нас был план, мы пьесы доставали, то сейчас все интернет. Мне каждый день приходит по три, по четыре пьесы от драматургов. Понимаете? Некоторые читать вообще невозможно. Так по диагонали почитаешь, почитаешь. Вот. И есть же всякие. Есть такой у нас очень хороший. Живет он. Я к нему хорошо очень отношусь. Он мне столько пьес уже прислал из Волгограда. Мы с ним переписываемся. Он мне пьесу новую посылает. Вот вы посмотрите, скажите. Я там замечания делаю. Вот. А есть такие просто в наглую. Вот поставьте и все. Вот поставьте. Один какой-то пьесу прислал. Называется «Манекены». Как они там манекены оживают. Я читать это не могла. Возьмите. Поставьте. Да у вас народ валом повалит. Я говорю, вы знаете, у нас народ валом валит на грозу, на ревизора. Да. Вы так живете и хожу? Да. Мы так живете и хожу. Он хорошо. Вот. Привязался, я говорю, хорошо. Мне это самое, что я давал. Я сказала, что это самое, хотя и не дала. Потому что, ты знаешь, что мне главный пошлет цельной пьесы. Далеко-далеко. Вот. Говорит, давайте я в Севербенске пошлю. Может, там уже понравится. И там уже не понравилось. Рассказала я, можно сказать, так кратко о своей жизни. Я сейчас занимаюсь тем, что собираю материалы, чтобы написать очень подробную историю Архангельского городского театра. Почему-то ещё до меня. Нашу историю начинали всегда с 1932 года. Но у нас же сохранилась афиша в музее, стоит афиша. Написано там 27 октября 1932 года. Не открытие театра в Архангельске, а открытие сезона нового в заново построенном здании. Наш театр был открыт в 1846 году, городской театр, по приказу царя Николая I, который приказал по своему уставу, по грамоте, что выделить на достройку, потому что жители Архангельска всю жизнь собирали деньги, чтобы был свой театр, и что выдали ему на достройку этого деревянного театра 6 тысяч рублей с серебром. И каждый год на содержание театра должно было выделять 1 тысячу рублей с серебром. Но это потом, конечно, не стало. Театр был построен. Открывали его как раз в декабре месяце, в этом декабре, в конце 25-го, по-моему, 177 лет нашему театру будет. 177 лет нашему театру. Это один из старейших русских театров провинциальных в России. В будущем декабре? В этом. Посчитайте 1846 год. Вот сейчас. И очень переживали, что будет очень холодно. Ну, сами понимаете, конец декабря, деревянное здание. Но когда люди собрались туда, потому что в этом же здании и должно было находиться дворянское собрание, и когда зашли в зал, было очень тепло, а там было всё предусмотрено в театре, когда деревянное строили. Там наверху были какие-то коридоры, которые вытягивали лишний жар и не пускали холод. И было очень уютно, и было очень красиво, и всем очень сильно понравилось. Но через пять лет театр деревянный сгорел, как сгорело полгорода в 1851 году. Но театр в Архангельску был нужен. Выкупили тогда полосгоревшее каменное здание у купца, которое стояло на углу теперешней улицы Володарского и набережной. Там теперь стоит поликлиника Володникова. И тоже в январе месяц очень любили открывать почему-то зимой театры. Открыли вот каменный театр. Строю приводил в порядок этот театр архитектор Франц Францевич Малаховец. Вам фамилия Малаховец чего-нибудь говорит? Ну, так вот, кулинарное такое. Вот. Он здесь женился на девушке, на нашей, Елене Бурман, которая стала Еленой Малаховец, Архангелогородка. Вот. Они потом уехали из Архангельского в Курск. И там вот именно в Курске вышла вот ее книжка советы молодым хозяйкам. Она была очень толстая. Там было вообще миллион всяких рецептов. Но она там еще писала по этому поводу, когда после революции очень сильно топтались на ней. Типа того, что она там писала, чем кормить кресло, ну, все подробно очень. Вот. И умерла она в 18-м году в Петербурге от голода. И вот. Ну, вот история театра вот началась. И все время построен театр был не сильно хорошо. Здание было неприспособлено для театра каменное. Поэтому он все время требовал ремонта. Но денег у Думы никогда не было. Вот я не понимаю. Если сейчас все деньги у нас, да, вот уходят в Москву, да, то тогда город Архангельск, это был же богатейший порт. Но уже чего только не было. Почему денег не было вообще? Почему? Свои моры, что ли, здесь жили, по идее-то? А куда вот деньги-то? На театр требовались. Когда этот самый руководитель театра городского, хоть и в Самойлов, уезжал из города, он оставил свою библиотеку, которая начала... Вот сейчас библиотека у нас в театре есть, это Союз театральный директор. Вот как раз это была, начиналась эта библиотека. Сто рублей с чем-то они могли найти, чтобы заплатить этого хоть и на Самойлов. Но потом там что-то скинули с того. Ой, господи. В общем, ну, театр городской работал. Во время интервенции театр работал, спектакли шли каждый день. В газетах писали рецензии почти на все спектакли. А читать рецензии сейчас очень интересно просто. Вы знаете, сейчас так не пишут. Например, писали там, господин Иванов очень хороший артист, но спектакль Василиса Мелинтьева он завалил. Или там, предположим, в каком-то году, не помню, в 1884 году что ли, работал артистка здесь в театре, который не взлюбил почему-то местный рецензент. И как только он на нее там, как только, господи, это читать просто невозможно уже было. Ой, да что эта артистка, не имея ни рожи, ни кожи, а берется играть этих самых княгинь, герцогинь. Вот буквально так. Однажды они собрались, этот самый, которым руководил театром, а еще, значит, в начале 20 века было открыто два летних деревянных театра в Архангельске. Один находился на теперешнем стадионе «Динамо». Там раньше был Александровский сад очень красивый. Там был и театр, и ресторан, и был пруд, на котором катались на лодочках. После революции его весь вырубили и сделали стадион. И у нас в парке, парк назывался, не Петровский парк, он назывался Галгаринский парк в честь какого-то губернатора Гагарина. А после революции стал называться «Сад освобождения». И там был построен приличный театр деревянный. И летом в летний сезон играли в летних театрах. И так интересно, вот Юрий Иванович в книжке своей, «Театральный архангельск», откуда-то вот я, когда я редактировала эту книгу у Юрия Ивановича, я была еще и не в материале. Поэтому очень много там неточностей и ошибок каких-то, типа того, что они бегали, чтобы в летних театрах не шли одинаковые спектакли, они там бегали, посылали шпионов, выясняли, что они будут ставить. Но я читаю в газетах, у них одинаковые спектакли шли. И что там, что в летнем саду, в Александровском саду, и то, что в Галгаринском сквере. Так это было интересно. Я считаю, что люди, которые приходили и там посмотрели спектакли, посмотрели спектакли. Так что во время интервенции театр работал. Здесь у нас остался во время интервенции, он приехал в семнадцатом году, очень известный российский актер Владимир Николаевич Давыдов, которого знала вся Россия. и пришлось ему остаться как раз на интервенции, во время интервенции. Его очень любили солдаты, он играл почти каждый день. В двадцатом году, когда интервенты ушли, и белогвардейцы ушли, тут, к слову сказать, летом двадцатого года сюда приехала комиссия ВЧК во главе с Кедровым. И в книжке «Красный Тирол» было написано, что лето двадцатого года Архангельск был мёртвым городом. И действительно, я читала газеты двадцатого года. Каждый день были расстрелы мужчины, женщины, дети. И потом, когда стали строить Архангельский культурный центр, это дворец культуры строителей, нашли очень много черепов, и даже среди них был один череп детский, с поля в черепе. И когда пришли интервенты сюда, в двадцатом, значит, и двенадцатого апреля в Архангельске открылся первый публичный театр. Потому что пришли красные, хотя театр раньше был, и на это они не обращали. Всё новое, пришли это самое, всё новое, и театр будет новый. Но через месяц все сильно очень возмущились и сняли название публичный театр, потому что ничего, пьес не было. Играли старые спектакли, играли, извините меня, как до революции, и очень сильно ругались, потому что публичный театр сняли название, и он стал просто городским театром. Ну, театр был небольшой, да, там в этом Марфином доме был залчик на 600 метров, балкончик был. Я помню, в театре я выходила на спектакли, когда он работал, театр наш в первой реконструкции. Очень было уютно и хорошо. Очень красивое было фойе, и там был балкончик, там, значит, и оркестр, именно то самое, и танцы были, и очень хорошие буфеты были, очень уютно было и красиво. Но места было мало. Нет, там, значит, надо же где-то собираться, там все торжественные, отмечать на революционные праздники. И решили они строить большой театр, каменный, каменный, именно каменный большой театр, где расположить не только театр, но и цирк, там, и библиотеку, и кино, чтобы всё было в одном месте. В 1929 году был разобран главный собор Свято-Троицкий, про который было в словаре Варгауза и Фруна написано, что это был один из самых светлых и красивых соборов России. А Александр I, когда был у нас здесь в Архангельске в 1828 году, по-моему, он написал, что он объездил всю Россию, но таких царских врат, как в этом соборе, он не видел нигде. В 1929 году в это время Сталин, особенно, значит, ему нужны были здесь лесопильные заводы, денег у страны не было, надо было пилить лес, и он, значит, кричал, кричал, что надо строить лесопильные заводы. И вот именно этот собор Свято-Троицкий именно и разобрали на то, чтобы строить эти самые лесопильные заводы. Но все кирпичи, естественно. Вот. И когда собор убрали, появилась площадь, которую назвали Октябрьской. И очень было жалко тратить эту площадь, строить там театр. Поэтому долго искали место. Очень долго собирали деньги на строительство. Там, значит, очень смешно. Все там копейки свои вносили, там люди, значит. В общем, ну, не смогли собрать. Просили деньги в центре. Никто там, я читала в газетах, что так никто не ответил на это самое. Вот. Долго выбирали место. И они решили, что 37 ноября 31 года они построят этот театр. Время идет. Уже 31 год. Они выбирают место, где театр строить. Они хотели убрать кирку. Они хотели... Сейчас вот на площади Ломоносовский лицей, да? А там стояла очень красивая церковь. Тоже церковь... Ну, все равно церковь там убрали. Но потом все-таки решили, что они будут строить театр. Но не на том месте, где стоял собор, а на парке. И если вы проходите сейчас театр, по центральному ходу, да? С левой стороны стоит камень, где написано, что здесь был алтарь. Вот. Алтарь должен быть навсегда на восток. И он как раз убирается в этот пассаж, магазин. Вот. И вот представьте себе, что вот он стоял, вот от алтаря, в сторону театра. Вот по этой вот, то, что дорога идет, как раз стоял весь собор. Он был такой узкий, как корабль, да? И он только чуть-чуть заходил на территорию теперешнего театра. Поэтому он стоит не на самом месте. Но там, естественно, были и захоронения, как у каждого храма были. Вот. Все бывает. Встречали, что мы стоим на проклятом месте театра. Но понимаете, театр пережил много у нас всего. Были времена хорошие. Были ужасные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова